Приветствую вас, Светлана. Давайте разберём ваш вопрос. Честно говоря, я уже отвечал вам на подобный вопрос. Мне кажется, что вы повторяетесь, потому что точно такой же вопрос я уже видел от вас и отвечал на него. Поэтому совершенно мне непонятно. Цель того, что вы задаете вопрос второй раз, при том, что пишите вы то же самое, никакого развития ситуации не получалось. При том, что вы находитесь, как вы говорите, на терапии у психолога и, в общем-то, опять же, почему-то с ним это вы не обсуждаете. Хотя это очень важно, вас это беспокоит. Вот. Может быть, у вас есть какие-то трудности с вашим психологом, тогда, наверное, нужно рассмотреть вариант выбора другого психолога. Вот и так далее. Потому что, ну, то, что сейчас происходит, да, это, ну вот, мягко говоря, странно. Вот. Это первое. И если бы это было только странно, то ничего страшного в этом не было, потому что дело ваше. Ну, как специалист, как консультант, я могу сказать, что вы вредите себе тем, что, находясь в терапии, не прорабатываете со своим специалистом то, что у вас, на самом деле, бывает раз, возможно, у вас какие-то проблемы два. Вот. И, в-третьих, там, то, что вы, на мой взгляд, ну, я не знаю, я не знаю, что вы делаете на терапии, какую проблему на терапии решаете вы. Но то, что вы написали в своем тексте, вызывает у меня некоторые вопросы относительно, хотя бы понимания вами того, в чем ваша проблематика. Хотя при условии того, что вы работаете вроде как со специалистом, ну, наверное, как минимум какое-то понимание должно быть. Вот. Итак, самое главное, самое главное противоречие, на мой взгляд, присутствующее у вас заключается в том, что с одной стороны есть обида на мать и на ансан, есть ощущение, что они, ну, как бы, отторгают вас, есть ощущение. Что они вас опускают, что они вас не принимают, да, с одной стороны. А с другой стороны вас как будто бы к ним, к ним тянет, вы как будто бы хотите с ними общаться и как будто бы до сих пор не сепарировались. От своих родителей. То есть вот, несмотря на то, что вы живете от них отдельно, несмотря на то, что вы, значит, ну, вот, несмотря на то, что, как вы говорите, вы, значит, живете уже давно в другой стране и так далее, но все равно такое ощущение, что вы, вот, до сих пор вас вот тянет к родителями, особенно к Пайпе, и... Как будто вы, вот, как будто вы, вот, что называется, желаете, чтобы вас приняли, чтобы вас поняли, чтобы вас поняли, вас, ну, не знаю, одобрили, может быть, такой вот момент, чтобы можно использовать. То есть, условно говоря, вы не прошли этап отделения эмоционального удовольствия. Вот он там. Этого, по моим ощущениям, до сих пор, до сих пор нет. И вот все, что вы обидываете, его непринятие от того, что вы, там, женщина, а не мужчина, да. Эээ, его, эээ, строгое поведение, его, эээ, холодность, его отстраненность, такое ощущение, что все это, эээ, вами, ээээ, воспринимается до сих пор, как некоторое, ну, я бы сказал, эээ, некоторый стимул, к тому, чтобы, эээ, продолжать, пытаться угодить и завоевать, эээ, его расположение. Расположение, эээ, ну, ну, вот, ээээ, эээ, восхвата. Ээээ, то есть, никак, никак, вы не можете, ээээ, принять, и принять того факта, что, отец, ээээ, не может воспринимать вас, ээээ, так, как вам, ээээ, хочется в силу своих проблем. А вы, поставили себе, эээ, такую, эээ, такую, ээээ, такую установку, что, если, ээээ, отец, ээээ, меня не одобрит, то я плохая. Если отец меня не одобрит, то я ужасно. Если отец меня не одобрит, то вот он, вот он сейчас с вами общается, да, вот, мне некомфортно. Я лишена его поддержки. Эээээ, хотя... По, ээээ... по факту... А я уже давно живу без его поддержки. Вот. То есть по-прежнему здесь вы нуждаетесь в его одобрении, в одобрении вашего. А с вами по-прежнему вы руководствуете с его некими требованиями и несмотря на то, что говорите вы о том, что он сморазил глупость, когда сказал, что лучше бы вы были мальчиком, как было бы хорошо, несмотря на то, что вы сказали, что он сморазил глупость, я думаю, что вам это как раз таки неприятно и вы как раз таки относитесь к этому очень негативно, потому что вам в глубине души может казаться так же. то есть вам может казаться точно так же, что действительно я могла бы быть мальчиком. и как жаль, что я не мальчик. Вот. То есть, ну это, это проблема. Понимаете? Какой момент. И честно говоря, вот то, как вы подходите к решению своих проблем? Ага. Ну, вызывают у меня больше, наверное, вопросов. Да? Вот. Потому что в терапии вы находитесь, да, вы молодец, но лично мне, повторюсь, непонятно, что вы там делаете. Вот. Как у вас складываются отношения с терапевтом, мне тоже не совсем, не совсем ясно, потому что, ну вот, вероятно, что вы ему не доверяете, ну вероятно, что вы не доверяете с терапевтом, потому что вы не доносите до него то, что вас тревожит, то, что вас беспокоит. Вот. То есть эта проблема не решается. Вы задаете, по сути, тот же вопрос, который вы уже задавали. Вот. То есть, ну, какое-то время назад, и я вам отвечал на этот вопрос, и, как бы, вы выбрали, вроде был, ну, лучший ответ, но при этом, как бы, какого-то прогресса я не вижу. У вас достаточно такое демонстративное противоречие, то есть это это противоречие, которое, ну вот, оно может быть не на поверхности лишить, но оно достаточно очевидно, особенно если вы находитесь в терапии. Вот. Я не говорю, что вы обманываете, что вы пытаетесь обманывать, не говорю, что вы статанет, я просто говорю о том, что возможно, возможно, вот, не факт, но возможно, что вам эта позиция нравится чем-то, чем-то. Возможно, она вас чем-то привлекает. Понимаете? Какая штука. И вы получаете какую-то выгоду. Ну, ну, например, вторичную выгоду от этой ситуации находясь. Например, вы чувствуете себя виновным, вы чувствуете себя подавленным, потерянным и можете, например, не жить для себя и не стараться что-то делать для себя. Вот. Еще один важный момент это то, что родители, ну, ваши вы сами сказали, они обделили вас тем, что всем дали, ну, как бы, как бы жилье, да, а вам, вам, соответственно, нет. И опять же здесь момент, что вы страну тянетесь к родителям. То есть такое ощущение, да, что вы не самостоятельны. Самостоятельность вы как будто бы не обрели. Это очень важно. То есть очень важно, очень важно, чтобы самостоятельность у вас была, чтобы она разговаривала, чтобы она присутствовала, а у вас ее нет. И именно вот эмоциональная самостоятельность, да, а не зависимость такая-то слова. Вот. То есть здесь вот такой момент, вот момент этот достаточно важный, на мой взгляд. Момент этот достаточно серьезный, на мой взгляд. И я не знаю, как вы это воспринимаете, потому что, ну, отдаю себе отсет в том, что, как бы, человек уже достаточно взрослый, вам 38 лет, и наверняка при наличии каких-то вот, ну, при наличии каких-то перемен, да, вы испытываете, может быть, ну, может быть, какое-то сопротивление. То есть вам тяжело принимать это. Вот. Но, эээ, пока мое, вот, мое гипотеза в том, что, эээ, я хочу получить одобрение, эээ, своего папы, несмотря на то, что, эээ, я чувствую, что, эээ, жить, жить я, эээ, должна, эээ, ну, для себя я вроде бы это понимаю, но, вот, все равно я хочу одобрение папы, вот, если я не одобрение папы не получил, то я, соответственно, плоха, плоха. Вот. Ну. Именно этот момент нужно решать, нужно решать. Эээ, что здесь имеет место быть? Ну, во-первых, эээ, очень часто, точнее практически всегда, эээ, в подобных эээ ситуациях, эээ, значит, эээ, присутствуют эээ, что? Обиды в подобных ситуациях присутствуют достаточно сильно. В подобных ситуациях присутствует достаточно большой степени агрессии на родителей, на брата, на сестры, и соответственно эти все чувства, эти все проживания они пораждают чувство вины, потому что подавляются установками родительскими. Вот. И уже в свою очередь чувство вины мотивирует, ну, человека, человека, то есть вот в данном случае вас мотивирует на дочь, чтобы стараться получить вот это самое заветное одобрение, на которое, к сожалению, ваш отец в принципе не способен, потому что если он вас примет для одобрит, то его жизнь в той форме какой она, ну, была до этого, она потеряет всякий смысл от слова совсем. отец ваш по описанию достаточно такой авторитарный человек, человек, который, ну, может быть, привык слушать только себя, да, и не привык слушать, там, других, вот, и соответственно, это будет означать для него унижение, вот. Для человека с болезненным самолюбием это невозможно, то есть невозможно практически поступиться своим самолюбием, потому что это, ну, не много, не мало, что такое, знаете, ну, как говорят французы, маленькая смерть, вот, да, для французов маленькая смерть это определенное состояние в интимной жизни, для вашего отца маленькой смертью можно было бы назвать, как раз, вот, преднатом, вот. Такой вот момент. Насколько вы понимаете, что у вас есть некоторые сложности относительно принятия в себе женственности и вообще вот своей половой, полуролевой модели поведения, я не знаю. как я и не знаю и то, насколько, ну, насколько вы вообще восприимчивы к психотерапии, насколько у вас развита особенность, потому что, ну, вот так, по описанию вы производите впечатление и, конечно, человек, с одной стороны, вежливого и достаточно мягкого, но, с другой стороны, человек достаточно упрямого, вот, который стоит на своем, там, может быть, не прямо, но все равно, да, вот, которые, ну, опять же, как мне кажется, я не буду управлять, ни в коем случае, но, как мне кажется, которые склонены к самим, чтобы, ну, вот, слушать именно определенных людей, которых вы сами можете посчитать авторитетом, но если вы авторитетом не считаете кого-то, то возникают существенные проблемы, вот, вот, мне, собственно, собственно, мне, собственно, кажется, что одна из проблематик, вот, она такая, одна из проблематик, она заключается, но я могу ошибаться, конечно, могу быть не прав. А давайте, обратим внимание на ваш вопрос. Я не знаю, как выстроить своё поведение, как выстроить своё поведение, чтобы что, но, мой взгляд, вам сначала надо бы разобраться в себе и, собственно, решить все свои конфликты и противоречия, ну и хотя бы понимать, в чем они заключаются, ваши конфликты и противоречия. И уже потом, уже потом, двигаться вот куда-то в направлении выстраивания поведения, ну в направлении выстраивания поведения с вашим папой и мамой тоже. Вот. Ну пока что вы не решили свои внутренние конфликты, вам будет крайне сложно выстроить своё поведение, потому что вы зависимы от своих родителей, вы зависимы от их, ну, от их высказываний, от их мнения, вот, от их позиций, от их, там, не знаю, точки зрения и так далее. То есть, как вы можете выстроить своё поведение? Вот. Тут, значит, нужны цели, нужна, нужны цели, нужны ресурсы для выстраивания модели поведения. Вот. Пока цели нет, ресурсы нет, ресурсы нет, всё это довольно такой, я бы сказал, достаточно оторванный от реальности вопрос. Вот. Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.